просто как бы нашу отцы то возбуждение много чего растет 10 заповеди это как бы даже слова такого не 10 слов есть 10 слов да нет такого заповеди и закон нет это краткое выражение сущности торы завета это как бы вот то что все хранят договор есть как бы библиотека связанная с этим с этим с этим ну ты же не будешь а вот где печать поставили расписались вот наши часто хватаются за это потому что там все просто он не убьет читает так понимаю а никакого нет вокруг богословия вот как мы вчера там или субботу не делай никого дела все просто вот нужно показать что это нет христос подразумевает по законам тору дискуссия вокруг тора одессе заповеди да это как бы краткое выражение которое требует ну ладно хорошо здравствуйте мы сегодня снова студии рада вас приветствовать с нами дарт михалыч и зарян здравствуйте специалист по ветхому завету кандидат наук и он поможет нам сегодня ответить на некоторые вопросы которые я надеюсь беспокоит не только меня но многих всех наших слушателей да мы продолжаем цикл встреч в русле библейских корней адвентистской веры нашей христианской христианство и сегодня мы бы хотели посвятить нашу встречу вопросу закона закона божьего вот христос и божий закон мы обычно эту тему рассматриваем в таком ракурсе в ракурсе таком протестантском западном такого юридического богословия что закон это то что христос отменил или наоборот как бы не отменил да вот но наверное правильный посмотреть все-таки на эту тему не с точки зрения такой это юридической озабоченности а посмотреть библейской точки зрения вот вообще что такое закон для современников спасителя для него самого потому что мы знаем что господь был носил почетный титул учитель или рави а учитель это не просто учитель а это учитель закона правильно это толкователь торы толкователя священного писания да вот каким предстает перед нами господь на страницах священного писания как толкователь тора и понимает а мы уже наверное можем делать какие-то другие другие выводы да спасибо павлович значит нужно наверное в начале в самом сказать о том что для адвентистов действительно закон это очень важное слово потому что оно содержит какой-то некий маркер наверное и такое знаете то благодаря чему мы как будто бы значит выясняем свой чуть свой чужой идентифицируем себя мы говорим да если если ты принимаешь закон значит и свой если ты не принимаешь ты чужой помните эта история с картиной художника адвентистского на заре адвентизма когда он в сущность пытался выразить в картине да вот заповеди 10 заповеди такие большие были нарисованы на крест ночь маленький а или инвайт говорит нет это неправильно надо чтобы крест был большой а заповеди поменьше поменьше да и на самом деле вот если вот о традиции говорить мы ведь видим как трансформируется даже в адвентизме даже в российском адвентизме значит когда-то у нас значит на стене за кафедрой был закон потом посередине появился крест иногда сейчас можно увидеть что нет закона и остался только крест то есть для нас это в общем-то животрепещущая тема и это естественно потому что адвентизм и собственно появляясь девятнадцатом веке он как будто бы вот входит в ту дискуссию которая существовала внутри протестантизма связанная с тем отменен закон или он не отменен или если он если он не отменен то какие заповеди они остаются до сих пор актуальными а какие нет поэтому для нас это в общем-то вопрос идентичности нашей но вместе с этим мы должны понять что то как иисус христос дискутирует с евреями это очень важная тема для них поскольку все сводится к тому кто же человек святой благодаря чему или каким образом человека того или иного еврея вот причастника приверженца той или иной традиции в данном случае еврейской можно вот говорить о том что он является святым человеком он будет спасен потому что когда мы внимательно читаем новый завет мы видим что не такая уж она эта традиция была так скажем монолитная или однозначная и иисус и иисуса вовлекают будь то книжники и фарисеи либо с другой стороны саддукеи они его вовлекают в те дискуссии некоторым из которых было уже лет 50 а то и больше когда они ему задают вопрос в отношении сущности закона можно ли разводиться если да то по какой причине каким образом человек может миновать так скажем заповедь подчинение родителям и уважение к ним об этом иисус говорит если ты говоришь карван значит чем бы ты от меня пользовался и так далее вся эта дискуссия она вращается вокруг закона и мы мы обнаруживаем что у иисуса свое какое-то понимание закона уникальное почему и мы обнаруживаем новом завете что он говорит как власть имеющий он говорит как тот кто облечен вот этой власть может быть давайте мы прежде чем перейдем к подробностям да да вот какие то общие вещи обозначим чтобы нашим слушателям было понятно что мы имеем в виду когда говорим закон понимаете как бы вести долгую дискуссию по поводу десяти заповедей наверное невозможно потому что ну там все коротко и ясно да то есть что такое закон вмещает ли десять заповедей только он или это что-то больше или когда давид говорит например да законе твоим своего вот этого комплекса Это книг, которые были написаны Моисеем, которые подразумевали не только 10 заповедей, они подразумевали все то, как Господь сотворил мир, как Он вел патриархов, как Он им открывался, через какие истории. Ведь всякий раз, читая ту или иную историю, мы можем новые какие-то грани, новые детали для себя открывать. То есть, иначе говоря, закон, описанный в 20 главе книги Исход, 10 заповедей, и в 5 главе книги Второзакония, это все-таки определенная часть. Это как квинтэссенция того завета, который Господь заключил со своим народом на Синае. Значит, когда Спаситель говорит о законе, Он имеет в виду пятикнижие Моисеева. Да. Помните, как Он говорит, я изъяснил все сказанное о нем в законе, пророках и псалмах. Вот, об этом идет речь. Совершенно верно. То есть, иначе говоря, все упирается в то, как понимается та или иная часть закона из того, что написал Моисей. И мы видим, что Иисус в дальнейшем объясняет то, какими глазами нам нужно на этот текст смотреть, для того, чтобы его увидеть, увидеть его во всех этих частях, для того, чтобы все библейское повествование, Тора, пророки и Писание, чтобы они обрели определенную цельность, связанную с личностью Иисуса. Ну да, само слово «закон», оно к нам перешло из еврейского Тора, было в септуагинте на греческий язык, переведено как «номос», а «номос» на русский язык как «закон». То есть, Тора – это и есть закон, или Тора – это и есть «номос». Да. А, кстати говоря, по отношению к десяти заповедям нигде не сказано, что это закон. Об этом говорится, что это в десяти слове. В десяти слове. То есть, десять слов, урожающие суть заповедей. В этом смысле, вот это очень важно, мне кажется, в этом смысле Тора – это закон, еще и потому, что еврейское право, оно основано на каких-то происшествиях. Вот происшествиях, вот что можно, что нельзя. Вот, допустим, произошло вот это. Как поступать в этом случае? Вол твоего врага упал в яму. Что для этого нужно сделать? То есть, там какие-то простейшие вещи, которые облекаются каким-то божественным авторитетом, и Господь говорит, в этом случае надо поступать так. Поэтому мы выучиваем фактически закон и знакомимся с Богом не на основании каких-то формулировок фактически, а на основании тех историй, которые нам представлены. И очень хороший пример, который мы периодически со студентами дискутируем, я задаю вопрос, где у нас описано грехопадение. Все знают, третья глава книги «Бытие», но я говорю, найдите в третьей главе слово «грехопадение» или даже слово «грех». Этого нет. А почему? Потому что так построено еврейское мышление. Для того, чтобы указать на какие-то явления, не нужно выделять какое-то слово, какой-то термин, а надо просто рассказать историю. И тогда мы можем различные, так скажем, выводы для себя делать. Да, насколько я помню, еврейская традиция насчитывает 613 заповедей. Но сами же они признают, что это условное число, что их может быть гораздо больше в Торе, в законе. И вот как раз вокруг тут надо понимать, как устроено раввинистическое мышление, мышление учителя. Оно не следует нашим юридическим представлениям, а оно вытекает из конкретных случаев. И, например, ну, любую заповедь, скажем, десятисловие, мы возьмем, оно нуждается в пояснении. Ну, например, там, не убей. Да? Ну, тут же мы читаем, пойди, значит, истреби этот народ, не оставь живых. Даже скота не оставь живых. Ну, а выходит это, получается, что это входит в противоречие? Нет, это не входит в противоречие. Потому что заповедь не убей, нужно пояснять. В данном случае оно так работает, а в другом случае так. Или там заповедь не пожелай. А как можно не пожелать? Что имеется в виду? То есть вокруг этого разворачивается дискуссия. И вот спаситель, он в этом смысле участвует, как учитель, как раввин, участвует в этой дискуссии с своими коллегами, ну, так, если можно сказать, раввинами в толковании закона. Вот, каждый из этих раввинов, современников Иисуса принадлежал к какой-то школе. Ну, наверное, не знаю, Иисус не беседовал с раввинами, создавшими собственную школу. Они, наверное, как правило, принадлежали уже к какой-то школе. Да, то есть если человек у кого-то учился, он учился у кого-то. Да, и в этом смысле вот эта раввинистическая традиция, да, она, ну, отдаленно напоминает традицию ортодоксальную, или православную, или там христианскую традицию. Когда есть отцы, там это называется учителя раввины, есть школа, там последователи. Определенные принципы толкования. Определенные принципы толкования, да, все то же самое. То есть это вот в этом вот котле вот этих толкований, изучения заповедей Торы, которых больше, чем 613, да, и жил Иисус. Они ведь как поступают? Даже возьмем, вот мы привели в пример, да, там заповедь «Не убей», а возьмите заповедь о субботе. «Не делай вон и день никакого дела». Что они из этого, как они с этим поступают? Они берут глагол «не делай», что означает «дело дело». Ну да, давайте вот посмотрим, и получается 38 или 39 пунктов, которые на тот момент считались деланием, там, носить ношу, ходить долгий путь и так далее. И это как бы связано было с постройкой святилища. Да. Ну, потому что совсем ничего делать нельзя. Например, если вы встаете и одеваетесь, вы уже что-то делаете. Да. Вы открываете дверь, вы делаете, вы открываете дверь. Поэтому нужно как бы описать, а что конкретно делать. Совершенно верно. Да, да. И вот это уже традиция. Потому что одна традиция говорит, вот это можно делать, вот это нельзя делать. Например, садиться в машину и уехать в церковь, можно или нельзя? Но если ты включаешь зажигание, огонь, уже нельзя. Узра или нельзя, да. А телефоном можно в субботу пояться? Ну, ты когда кнопку нажимаешь, там огонь. Это уже энергия. Да, нельзя. И Господь участвует в этой дискуссии. Да. И он, кстати говоря, он не только участвует, он еще и принимает где-то вот этот вызов, связанный с тем, что они же у него спрашивают, а ты что скажешь? Вот Моисей сказал так, учителя говорят так. А ты что скажешь? То есть у него была какая-то своя, в общем-то, традиция толкования закона, которую перенимают его ученики, апостолы. И потом, по сути дела, ожидается, что и мы примем ведь эту традицию толкования закона и жизни по закону. Почему и Христос говорит, если ваша праведность, а что есть праведность? Это хождение по закону. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не можете в этих царствах. Другими словами, он говорит не столько даже о нашем усилии, сколько о своем учении. Да. То есть учение, которому вы следуете, оно должно превзойти, говоря, наверное, о самом себе. Верно. Потому что если этого нет, то как оно превзойдет? И вот интересно здесь, что происходит. Ведь мы видим... Хороший пример – это Евангелие от Матфея. Потому что, по крайней мере, начало Евангелия от Матфея, оно построено как некое новозаветное повторение исхода, который мы читаем в Ветхом Завете. То есть вот этот плач во времена Моисея и многое-многое другое, как плач в Вифлееме, уход Моисея в Египет, точно так же, как уход семьи Иисуса в Египет и прочее. И мы видим, что народ оказывается в пустыне после того, как они Черное море преодолели. И мы видим, что Господь дает заповеди. Точно так же происходит и в Евангелии от Матфея. То есть Иисус крестился в Иордании, потом попадает в пустыню и искушаем, как израильский народ. И после этого он выходит из пустыни и начинает провозглашать закон фактически. Почему мы называем эту часть Нагорная проповедь? Потому что начинается оно с того, что увидев народ, он взошел на гору, подобно тому, как Моисей вошел. У Луки сказано, сел на ровном месте, но это может быть на горе ровное место. Да, да, да. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженный нищий духом и так далее. То есть это не что иное, как фактически понимание Иисуса Христа, связанное с законом. Потом мы будем читать в контексте этой же проповеди. Кто такой прелюбодей, почему нельзя на брата злиться и оскорблять его и прочее, и прочее. Ну да, в Нагорной проповеди особенно видно вот сердце, суть учения Иисуса. И суть именно в чем заключается. Если раввинистическая традиция задавалась вопросом, что можно делать, что нельзя, исходя из формальных признаков, да, ну там, например, субботний путь, там определенное количество шагов, там какая-нибудь заповедь. Вот так можно, вот чисто и не чисто по признакам, да, это какие-то вот физические признаки. Мыть руки, не мыть руки. Мыть руки, не мыть руки, да. То Христос переносит акцент с внешнего, как он говорит, вы заботитесь о внешнем, чаши, а то, что внутри, а внутри оно полно всяких мерзостей. Он имеет в виду человеческое сердце, и он переносит акцент с праведности, как следование каким-то пунктам и правилам на живущую внутри любовь, прощение, там, и вот эти качества, о которых он говорит на Горной проповеди. Смирение, да, и так далее. И его ученик – это не тот, который пунктуально исполняет заповеди, разработанные, тщательно разработанные раввинами, да, а тот, который стремится исполнить дух этой заповеди. Поэтому, по сути дела, вот здесь можно разделить такую вещь в законе. И это то, что делает Иисус, мы это видим. То есть он отделяет вот такой, это называется, иудейский партикуляризм, в общем-то, да, то есть какие-то дела, которые выполняются вот внешне. Это то, что мы видим, это то, что нам прозрачно и понятно. Это то, что может… Да, это тоже просто, да, вот такой партикуляризм. Вот не делай это, делай то, и все, и ты вроде бы кажешься всем окружающим, ты кажешься праведным, святым человеком, благочестивым. И Христос вот этот партикуляризм иудейский, он отделяет от универсализма, в рамках которого он рассуждает о законе. Ведь, когда идет речь о законе, с точки зрения Христа, речь идет об отношениях, вот что он ставит во главу угла, вот что он делает важным. Отношения между человеком и Богом, отношения между людьми. Чего слово-то «любовь». Да. Ну, в христианском понимании. По сути дела, да. И вот это то, что, так скажем, его оппоненты никак не могут ни понять, ни принять. Ну, понятно, они не могут этого принять просто потому, что традиция пошла другим путем, и она слишком большая, чтобы все переделать, от нее отказаться. Вот. Апостол Павел, помните, сказал, закон был дан как путеводитель, ну, детоводитель. Детоводитель. Да, детоводитель к Христу. То есть, знаки, они нужны. Да, безусловно. Что можно, что нельзя. Они нужны. Без знаков как бы теряются границы, размываются. Но знаки даны нам не для того, чтобы мы ради этих знаков, как на автомобиле мы едем, смотрим на знаки. Но мы едем не для того, чтобы смотреть на знаки, а мы едем для того, чтобы к цели, как это, приехали. Цели достичь, да. А знаки нам помогают. И вот эта смена акцентов в учении Христа как раз явно и прослеживается. Да, совершенно верно. Мне кажется, что со знаками – это очень правильная метафора, потому что, собственно, мы едем в автомобиле, мы получаем удовольствие от дороги и от внешнего вида, от ландшафта. От предвкушения приехать куда-то. Да, и цель, вот мы куда-то едем. А это нас предупреждает для того, чтобы нас как-то обезопасить. Вот, поэтому действительно, поэтому в этом смысле, почему и говорится дальше апостолами, что кто любит, тот закон исполнен. И это не тот человек, который постоянно думает о законе правильно, я поступаю неправильно. Это тот, который просто… Любовь есть исполнение закона, говорит апостол. Это вот как раз учение Христа. Да, и в этом его принципиальная разница подхода к Торе в сравнении с его коллегами-фарисеями, там, его оппонентами в дискуссии. В этом смысле, да. В этом смысле даже вот то, как Христос в 10 главе послания к римлянам говорит очень важные вещи. Очень важные вещи. Он говорит, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Ну, мы знаем, что греческое слово «телос», «конец» можно перевести как «цель», то есть действительно цель закона – это Христос. Но цель – это одновременно и конец, потому что когда мы достигаем цели, то мы достигаем конца пути. Мы приходим к концу, совершенно верно. Почему и Павел в другом месте скажет, что в Царстве Божьем все уже и веры не будет, и надежды не будет, только любовь будет царствовать. Да, я думаю, что вот мы как бы сейчас, насколько позволено нам время, так обобщенно об этом поговорили. Наверное, интересно было бы такую же шифровку какую-то сделать и конкретные какие-то взять примеры учения Христа. Да, вот вы уже упомянули о, например, разводе тема. Развод, суббота. Да, о соблюдении субботнего дня. Может быть, какие-то, но в последующих наших встречах мы, наверное, этого коснемся. Спасибо. Ну, сегодня время наше вышло. Я благодарю вас за то, что вы были с нами, вначале наши вопросы. До свидания. Всего доброго. Суббота. Спасибо. Спасибо. Спасибо.